Сегодня мы с вами поговорим о маленькой болгарке для дома с кругом 125 миллиметров. Поехали! Ну а также хочу напомнить вам, ребята, что если вам понравилась эта машинка, вы можете заказать ее у нас на сайте looktool.ru или же на сайте товара 1.looktool.ru Все ссылки я оставлю в описании. Проходите, смотрите, заказывайте. Всем привет! Меня зовут Юрий, вы на канале LookTool. Сегодня мы с вами разговариваем о маленькой болгарке для дома с кругом 125 миллиметров, а именно штурм 9012Т. Пожалуй, на данный момент это одно из лучших предложений в своем сегменте, то есть если мы сравниваем цену и качество. Мы поговорим о внешнем виде, о комплектации, конечно же, после этого мы ее разберем с вами, посмотрим из чего она состоит. Также хотелось бы обратить ваше внимание на следующее. Это бытовой инструмент, но тем не менее производитель разрешает ей работать 6 часов в день, при этом 42 часа в неделю. Согласитесь, это весьма высокие показатели и для бытового инструмента это просто фантастические какие-то цифры. Вы никогда дома такой работы не дадите. При этом вы можете работать непрерывно 15-20 минут и после этого делать 5 минут перерывов и опять начинать работать. Так что в бытовых условиях эту болгарку спалить практически невозможно при условии правильной работы. Не надо ее передавливать, удавливать и тому подобное. В этом случае она будет работать у вас просто какое-то неограниченное количество времени. Как я уже сказал, данный инструмент предназначен для дома, но характеристики ее поистине впечатляют и мы их, конечно же, рассмотрим. Давайте для начала обратимся к коробке, что нам вообще предлагает производитель. Это мощность 1000 ватт, это скорость холостого хода 10 000 оборотов в минуту, это диаметр круга 125 мм, наличие одного отрезного диска в комплекте, кожух быстросъемный, легко поворачивается при помощи отгибания специальной лапки. Далее карандаш-чертилка в комплекте, он находится у нас в ручке, это запатентованная технология, будьте очень аккуратны, он очень острый. Далее тонкая рукоять, которая позволяет нам работать где-то в труднодоступных местах или же держать одной рукой без опасения, что машинку вырвет. Это фиксатор кнопочки и очень длинный хороший провод 2,5 метра. Далее инструкция, инструкция по безопасности, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон. Ну и давайте наконец распакуем, посмотрим, что же у нас там внутри. Как мы видим, инструмент поставляется в картонной коробке. Документация, инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности, гарантийный талон, адреса сервисных центров. Далее вот такой вот пакетик в дополнительной комплектации, это у нас боковая ручка с карандашом, чертилкой, он металлический, очень острый, будьте аккуратны. Далее у нас идет ключ, один диск в комплекте и кожух с двумя возможностями крепления, то есть либо вот с такой вот лапкой быстрозажимной, либо простой болт. Далее идет сам инструмент. Вот. Вот так он выглядит. Ну и давайте соберем инструмент, посмотрим, как же он будет выглядеть в рабочем положении. То есть мы поставим диск, поставим кожух. Так, устанавливаем кожу. Здесь есть такой вот зацепчик и на самой болгарке есть такой вот вырез. Мы его вставляем и поворачиваем. Чуть-чуть ослабить надо. Поворачиваем, зажимаем при помощи вот этой лапки. Ставим флаги с нижней. Ставим диск. И закручиваем верхней гайкой. Я никогда диски не закручиваю ключом, всегда закручиваю их от руки вот так. Ключ только при откручивании использую. Так, ручка. Давайте сразу посмотрим карандаш. Вот он. Очень удобно расчерчивать листовой металл. Так, ручку можно закрепить как вот с этой стороны, так и с этой стороны. Пока давайте сверху. Вот рабочее положение. Кнопочка. Вперед задвигаем и немножко нажимаем. Она у нас фиксируется. Если нажать вот сюда, она сама отщелкнется. То есть на нижний край. Вот так вот она работает. Блокировка шпинеля для откручивания диска. И как мы видим в руке. Сидит очень удобно. Одной рукой спокойно можно работать. Не боясь, что инструмент вырвет. Провод 2,5 метра, как я уже сказал. Ну и давайте разберем, посмотрим, что у нас внутри. 4 винта для того, чтобы разобрать сам редуктор. И 4 винта, чтобы снять этот редуктор. Ну и также надо будет открутить вот здесь один винт. Посмотреть, как там устроен электроузел. И посмотреть на щетки. Начинаем разбирать. Откручиваем 4 винта. Аккуратно вынимаем. Как мы видим, у нас все в смазке. Очень хорошо все смазано. Розовая какая-то смазочка. Вот у нас блокировка шпинделя. Мы можем ее понажимать. Видите, выходит. И, соответственно, при блокировке вот этот вот круглый шпиндель попадает нам в одно из вот этих отверстий. И происходит блокировка. Здесь у нас подшипники. Не втулки, как мы видим. Минимальный. Вот. Здесь хорошая полезащита идет. Все закрыто. Все ходит очень мягенько, хорошо, аккуратно. Так, отставляем это. Далее. Вторая коническая шестерня у нас прикручена на гайку с тефлоном. Давайте открутим вот эти 4 винта. Так, открутили. Сразу не пытайтесь вытащить. Сначала откручиваем винт вот отсюда. Так, отдельно его. Аккуратненько разъединяем. Вот. Мы видим электроузел. Кнопка. Вот она у нас. Кнопка у нас на папе маме сидит. То есть не припаянная. Легко заменить, если что. Достаточно хорошая кнопка здесь стоит. Далее. Что нам надо сделать? Нам надо освободить давление на щетки. Чтобы у нас не давили щетки. Мы должны вот эту пружинку поднять вот так. Вот. И я пока вот сюда в бок ее к винтику уберу. Достану щетку. Вот она щетка у нас. То же самое сделаю и с этой стороны. Для чего это? Чтобы когда мы будем вытаскивать с вами якорь, чтобы мы эти щетки не сломали. Вот. Все. Освободили с этой и с этой стороны. Теперь мы можем аккуратненько взять за редуктор и потянуть. И он у нас легко выйдет. Вот мы видим все внутренние элементы. Крольчатка. Далее облитый лаком якорь у нас. Очень хорошая. Здесь видите синяя заливка такая прямо мощная. Подшипники у нас. Не пойму какой фильм. Не вижу я. Ну, главное, чтобы подшипник, а не втулка. Подшипник это уже хорошо. Ну, как и производитель говорит, все на подшипниках. Нету нигде втулок. Вот. С этой стороны поменьше обливка. С этой стороны прям вообще хорошо залит. Далее. Здесь у нас, как я уже сказал, электроузел. Все сделано достаточно добротно. Хорошие толстые провода. Конденсатор. Кнопочка. То есть мы понажимаем, можем посмотреть, как она работает. Раз, 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 раз. Щетки. Пружинками прижимаются. Ну, сделано все достаточно неплохо. Добротное качество, я бы сказал так. В бытовых условиях 100% будет работать очень долго. Давайте все это дело теперь в обратном порядке аккуратненько соберем. После этого опускаем щетки назад. Прижимаем их пружинками. Ну, видите, все сделано по-человечески, я бы сказал. Щеточка тоже легко меняется. Откручиваете вот этот вот винтик и все и снимаете. Так, теперь давайте на место кожу поставим. Все защелкивается, все подходит четко. Закручиваем. Так, вот эта вся часть у нас, там вот видно на игольчатом подшипнике. Дмитрий, вон он он. Устанавливаем ее назад. Этот выступ наружу. Так, и скручиваем теперь все на место. Четыре винта. Проверяем вращение. Все нормально. Ну, а теперь давайте ее соберем опять и попробуем включим, как она будет работать. Катерем. 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 Отличная машинка для дома. Подписывайтесь на мой канал, заходите на наш сайт looktool.ru. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok